Рома, что такое для тебя бодибилдинг? Все думают, что вот круто жить и зарабатывать бодибилдингом. Все, и я тогда был шокирован вообще его ногами. Ходил в тренажерный зал, кушал мамину картошку тушеную там и вот эти вот все его там lightweight baby. Всегда обращал внимание на кухню, на вот эту вот всю технику, как это все устроено, гриле там. Он и по сей день является одним из самых состоятельных бодибилдеров. Просто как человек очень глупый и при этом еще и большой, он более заметный. То есть большого дурака лучше видно. То есть с этих спортсменов было нереально, я так скажу, обогнать. И в сезоне 2016 годовки по пельмешкам? На твой взгляд, главные характеристики чемпиона. Друзья, я вас приветствую, я безумно рад вас видеть на канале Генетик. С вами я, Руслан Халецкий и Роман Калиулин. Уже была одна серия интервью с интересными, замечательными людьми из сферы бодибилдинга. И сегодня мы поговорим с Романом Калиулиным о бодибилдинге не как о спорте, а о бодибилдинге как о жизни, о его принципах и в целом. О том, как он двигается и не только в спорте. Давайте коротко. Кто-то, может быть, не знает. Рома – это первый в истории России чемпион мира в категории классик физик. Рома – один из немногих людей, кто остановился в одном шаге от квалификации на профессиональную Олимпию в Лас-Вегасе среди IBU-про спортсменов, занял второе место на про-турнире. Также входил уже в топ-5 на про-турнирах. Рома – человек, который, возможно, реализовал… Знаете, есть американская мечта такая, знаменитая, да, бодибилдинге выражение. Он, наверное, реализовал российскую мечту бодибилдинги из небольшого городка. Город называется Орск. Не путать с Оркском. Он не знает, что такое Октар. Там не Орки. Что такое Октар Огар, он не знает. Знаю, как это не знаю? Я же в Оркрам трудился. По славу Орды, друзья мои. Вот. Где находится Орск? Ребята, вокруг степь, там стоит Орск. А если проехать 3 часа на машине, то будет рядышком уже Октабе город, Октюбинск, это уже Казахстан. А если в другую сторону, то Оренбург. Да. И не очень далеко Челябинск. Да? 500 километров. Вот так, друзья мои. Вы поняли. В общем, парень-то у нас с Урала на самом деле. Уралом считается, да, верно? Урал, да. Южный Урал. Поэтому это очень жесткий по своей натуре, с характером человек, который, что мне очень импонирует, никогда не боится говорить открыто, честно, имеет свое мнение. И его отстаивает. Роман Холливудин. Всем привет, дорогие друзья. Сейчас будем ищать. У меня нет списка вопросов, от меня, если честно. Я-то буду кобычно импровизировать. Но есть вопросы, которые очень быстро, буквально за час задали вы. И я их обязательно сдам Роману. Почему? Потому что прямое общение с вами, и то, что интересует вас, наверное, самое важное и то, о чем стоит поговорить. Но, думаю, в первую очередь я задам один вопрос, который я буду задавать всем людям, в которых буду брать интервью. Рома, что такое для тебя бодибилдинг? О, такой интересный вопрос. Мы, кстати, как-то рассматривали этот вопрос у меня на канале. И я сказал, что бодибилдинг, ну, наверное, для всех бодибилдеров профессиональных и для кого бодибилдинг интегрирован в жизнь, это образ жизни, это жизнь. Ну, это, пусть громко это, как бы это ни звучало, но, скажем так, я уже не могу жить не в режиме, не могу жить не тренируюсь. Ну, то есть, фактически могу, когда получил травму, я не тренировался, но я жил. Но, если, так скажем... Выбирать. Выбирать, да, тренироваться или не тренироваться, для меня просто, ну, такой выбор, в принципе, не стоит. Это уже в крови. Я со второго класса занимаюсь спортом, дедопро занимался 7 лет. И вот с 11 класса я начал заниматься в тренажерном зале. И поэтому вся вот эта вот дисциплина, которая закладывалась в дзюдо, она, как бы, переросла в другое русло немножко, в другой спорт. И, так скажем, постепенно, когда я только-только начинал заниматься бодибилдингом, я также, как и все, смотрел на профессионалов с Америки, мотивировался ими. И все думают, что вот круто жить и зарабатывать бодибилдингом. И спустя сколько, 2008, ну, 14 лет, да, получается, сейчас 2022 год, я могу, наверное, ну, может быть, не 100% сказать, что я реализовал свои какие-то амбиции, да, и желания. Но на 80%, наверное, могу сказать, что я живу и зарабатываю бодибилдингом, поэтому бодибилдинг для меня это и хлеб, и мое хобби, и моя работа, и все, и все, и все, и все. Ну, вот как-то так. Бодибилдинг для меня это вот половина семья и половина бодибилдинга в моей жизни занимает. Ты упомянул тем, что мотивировался спортсменами. Скажи, пожалуйста, кто из атлетов вложил в тебя и любовь к бодибилдингу, кто тебя мотивировал? И ты сказал, что у тебя было понимание и желание сделать бодибилдинг частью жизни не только как хобби, любимого спорта, да, где-то там потешить свое самолюбие, эго, медали, но и сделать так, чтобы ты им зарабатывал, да. И ты действительно, наверное, ну, многие ребята зарабатывают бодибилдингом, они работают тайнерами в зале, они зарабатывают, так скажем, на жизнь не хватает. И все-таки ты уже даже шагнул к определенной степени благополучия благодаря бодибилдингу. Почему я стал, что ты реализовал такую российскую мечту бодибилдера? Скажи, какие спортсмены тогда тебя мотивировали как спорт, а какие из них дали тебе понимание, что ты хочешь бодибилдингом зарабатывать? Вообще, первое видео, которое я увидел тогда в социальной сети ВКонтакте, она только-только развивалась. И первое видео, которое я посмотрел, это был Том Плац. Это нарезка мотивационного видео под, там, какой-то рок-н-ролл. Год, откуда выросли. Да-да-да-да-да-да. Все, и я тогда был шокирован вообще его ногами. И там линейку спортсменов показывали, и я еще, мы с папой смотрели, и я говорю, блин, да как их можно сравнить, они же все одинаковые. Ну, то есть я же не понимал специфики. Вот. А второе видео, которое я посмотрел, я его пересматривал каждый день на протяжении, наверное, может быть, нескольких месяцев, не совру, каждый день, по нескольку раз в день. Это мотивационный ролик с Роней Колманом. Вот. Он такой черно-белый, там такая музыка была наложена, и вот эти вот все его там lightweight baby, где он кричал, где он тянул становую тягу, его соревновательную форму. Просто я когда смотрел, каждый раз в день по нескольку раз, по пять, по шесть я его смотрел. Четыре минуты ролик идет, и у меня каждый раз просто были мурашки. Вот это меня смотивировало на то, вот как бы я хотел выглядеть. Конечно, я уже тогда понимал, что это просто нереально, это невероятно, это недостижимо, так скажем. Но у меня была мотивация выжить из своей генетики, попробовать сделать, хотя я ничего вообще не знал. Это я первые там три-четыре месяца занятий, я ходил в тренажерный зал, кушал мамину картошку тушеную там с борщом, с хлебом, грубо говоря, да, вечером и ложил спать. Я еще не знал ни белки, ни жиры, ни углеводы, ничего. Но я безумно любил тренироваться, я ни одну тренировку не пропускал. Я ходил, просто выполнял перечень упражнений, семь-восемь упражнений, безумно от них кайфовал. Вот этот вот памп, налитость, классно. Тогда я этого тоже ничего не знал, что это помню. Слов не знал, чувство, да, да, но чувство, было очень круто. А потом, когда уже более-менее какое-то время прозанимался, ну, может быть, пару лет, вот, я уже тогда был знаком, ну, как знаком с творчеством, так скажем, с профессиональной деятельностью Джей Катлера. И тогда уже очень много видео с ним пересмотрел, которые они снимали, и я видел, как он живет. Лайф, то есть, да. Там были все же бентли. Дом, да, вот эти вот машины вот эти все, загородный дом, вот эта огромная кухня, всякая вот эта вот бытовая техника. Я тогда почему-то у всех спортсменов, когда лайф кто-то что-то снимает, всегда обращал внимание на кухню, на вот эту вот всю технику, как это все устроено, грили, там, какие-то сковородки, где-то что-то так круто. Я думаю, вот бы мне такую кухню, вот об этом тоже мечтал. И вот Джей Катлер был для меня такой непосредственной мотивацией, то, как бы я хотел жить, именно в плане, ну, вот, образа именно профессионального бодибилдера, который зарабатывал деньги именно профессиональным бодибилдингом и жил достаточно достойно. Не знаю бэкграунда Джея, ну, я не в курсе у Джея, там, он все заработал бодибилдингом или какой-то еще у него бизнес или родители, я не в курсе. Но как картинка успешного бодибилдера, действительно, Джей, наверное, был один из тех, кто больше всего показывал такой success-лайфстайл, то есть успешного бодибилдера, реально машины, красивая жизнь, приличная такая максимальная одежда, такой вот. Вот, Ронни Колман тоже вот это все демонстрировал, когда он выиграл Арнольд Классик, на котором разыгрывался желтый этот Хаммер, знаменитый, да, он на нем, и у него тоже был там ES-класс 500, да, 500. И много-много тачек, но он меня почему-то мотивировал именно на какие-то вот такие спортивные достижения, а Джея я смотрел наоборот, как такое лицо успешного человека. Не просто бодибилдера, а вот который человек, который состоялся. Он и по сей день является одним из самых состоятельных бодибилдеров, он занимает там топ-2, и состояние у него насчитывается в районе что-то 35 миллионов долларов. Вот, сейчас у него свой мерч, у него компания спортивная. Накачал, да, то есть человек, который зарабатывал профессиональным бодибилдингом и инвестировал правильно деньги, да, он куда-то вкладывал, как-то что-то дальше развивал, и по завершению карьеры у него, в отличие от Ронни Колмана, да, нету каких-то там травм, он потрясающе выглядит на свой возраст. Он постоянно в ресурсе, он занимается, я сейчас смотрю его канал, слежу, он снимает до сих пор ролики, кстати, он вот недавно снимал ролик тоже, свою тренировку. И Крижаник как раз был в Голд Джиме, они с ним немножко вот познакомились, он посмотрел на его форму и сказал, что если он не повернется спиной, то у него есть шансы там занять высокое место на АИП. На самом деле, Крижаник это интересная тема, но думаю, что мы его обсудим, вам надо обсудим на канале Романа, непосредственно уже после его дебюта на прост-сцене, это будет гораздо более логичным, мы не будем раздавать авансы, мы не будем его излишне критиковать, я скажу одно, я считаю, что он огромный молодец, что сделал шаг для борьбы с сильнейшими. Да, все верно, это очень достойно. Вылет про, ему нету равных, при всем уважении к нашим спортсменам, к Леше Кузнецову, к Илье Луковце, ну нет, там вот он немножко генетикой больше одарен, вот, я скажу, что Леша Кузнецов, он пахарь, он не одарен генетикой, но он вот своей пахотой, своей целеустремленностью и своей верой вот в то, что он делает, он добивается потрясающих результатов, просто огромный молодец, респект тебе, Леха, привет огромный. Вот, Илья Луковец, тоже потрясающий спортсмен, но генетически не крижаник, опять же, ну там просто вот, не скажу, что он больше старается или меньше старается, хуже или лучше, но крижаник вот среди европеоидной, так скажем, белой расы, он такой прям очень интересный. Интересный, да. Ром, а ты накидывал себе в раннем возрасте, когда начинал, или позже, когда там подсозрел, план, давай так, у тебя сейчас ЦЛС, да? Нет, у меня сейчас, как это называется? Цель, цель, цель 550. Старый, как сказали, о, купился 15-летнюю развалюха гнилой все. Хорошо, а у тебя был план в голове, хотя бы наброски, ну того, что вот сейчас, да, когда ты попал в Питер, ты там стал популярным, ты сейчас сделал канал, который набирает очень хорошие просмотры, у тебя был к этому план? Или у тебя было, я качаюсь, я все выиграл, и вот как-то оно пришло? А вот именно, когда переехал в Питер, я понимал, что, во-первых, получил про-карту, я обнулился, грубо говоря, и, во-вторых, я понимал, что сейчас мои звания, которые я, ну, добился, да, получил, там, выиграл Россию абсолютку, выиграл мир, получил про-карту, вся эта шумиха вокруг моей персоны, как спортсмены, я понимал, что сейчас месяц-два, и все затихнет, и это нужно как-то дальше продвигать, где-то что-то на каналах сниматься и так далее, поэтому, благодаря еще тому, что мы начали сотрудничать с Русланом, я очень часто начал появляться на канале генетик, и Руслан, не даст соврать, я ему сначала немножко стремался писать, а потом начал откровенно писать, я говорю, Руслан, давай что-нибудь снимем, давай потренируемся, давай снимем, давай снимем, потому что я понимал, что медийную составляющую обязательно, помимо, там, развития своего инстаграма личного, нужно появляться где-то, на каналах, то есть, так самое, ну, как она называется, коллаборация, да, вот, Руслану огромное спасибо, что он находил время на тот момент, и мы очень часто и очень много выпускали ролики на канал генетик, потом... Поехали полпланета, разорвали все пуканы, которые были, подогрели еще, и поэтому какого-то определенного плана не было, но у меня, скажем так, сходились определенного рода обстоятельства, и мое желание работать и развиваться, как бы вот, скажем так, судьба или не судьба, не знаю, она какие-то мне давала для этого удочки, да, грубо говоря, вот, ну и все, и потом какие-то там фотосессии, что-то, как-то, что-то, и так и пошло, ну, опять же, канал мне никто не говорил, делай там канал, снимай контент, все это все прекрасно понимают, сколько у нас спортсменов выступают, сколько там ребята там ведут свои каналы и так далее, но успешные ли они эти каналы? Да, смотрят ли эти каналы? Ну, тоже такое, там по 300-500 подписчиков, да, к примеру, и там по 600-700 просмотров на ролики, это как бы, когда это определенного рода нет развития на канале какого-то, да, мотивация снимать эти ролики теряется. У меня же как-то потихонечку-потихонечку это все получается, развивается, я, слава богу, интересен аудитории, интересен, ну, как-то могу два слова хотя бы на камеру что-то связать, что-то рассказать интересного, поведать, вот, плюс, конечно, соревновательный контент, контент с подготовок и так далее, поэтому все очень-очень круто. Плана не было, но были задачи и были люди, которые помогали это все реализовываться, реально, а вот, благо, благо это все получилось и получается. Поворотный, спасибо. Пара самых поворотных моментов и решений в твоей жизни, ты считаешь, даже не спорь, а вообще в жизни, что вот, или знаменательных вещей, ну, в этом, считаешь ли ты важным элементом своего становления, знаете, джидо в детстве, там, то, что ты отслужил, да, в отличие, там, от многих, и, там, ну, какие-то моменты, что ты считаешь, какие-то вехи, какие-то галочки, которые давали, там, скачок, либо разворот, либо возможно падение. Я считаю, что все вот эти вот, там, отучился в институте, получил высшее образование, армия, нет каких-то вот поворотных и кардинальных изменений, что я вот, я сейчас буду делать вот так вот так. Первое, которое решение, считаю, одно из самых своих, наверное, такое, ну, как достижение, и это взрослое было сознательное решение, это, ну, сейчас она моя жена Юля, тогда еще она не была, вот, это вот наше отношение с Юлей, и, соответственно, последующая, там, женитьба, свадьба, создание семьи крепкой. Ушел я от этого образа ловеласом, скажем так. До ловеласом? Ну, был, конечно, вот, кто не был в молодости, им, и, соответственно, поэтому я спрашиваю. Ты прям был? Да, я прям, я прям, причем я был в отношениях. Количество зарубок на ножках кровати было такое, что... Ну, я, я скажу, нет, это прям не было до такой степени, но, скажу так, все эти мои похождения, я ими не горжусь, и, наоборот, сейчас просто, оглядываясь назад, понимаю, каким я конченым был. Но я был в отношениях, ну, и, соответственно, гулял, и я... Были моменты, когда мог сходить в кинотеатр, вышла какая-то премьера интересного фильма, и в один день получилось, что я с тремя девушками сходил на разные сеансы на один и тот же фильм, посмотрел его три раза, я уже когда третий раз поднимался, а там сидела костерша, девочка знакомая моя работала, она уже с такими глазами смотрела, улыбка такая, дыша, и я такой, тихо. Что было за фильм? Такое, блин, что-то из Marvel было, что-то выходило тогда из Marvel, и сейчас и такое. Ну, короче, это было так очень интересно, но, скажу так, благодаря этому можем быть, ну, такому неправильному образу жизни, я его сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как делать не нужно, и вот сейчас у меня благо в семье, все благополучно, и она мотивирует меня, семья, на, так скажем, развитие в дальнейшем, ну, в плане финансовом, потому что семья – это такое достаточно серьезное решение, и обеспечение семьи у меня, Юля, не работает, я единственный, кто в семье зарабатывает, и полностью обеспечиваю всех своих девочек собаку и кота. Да, взял на себя эту ответственность. Второй переломный момент – это когда я выиграл уже чемпионат России, мне предложил Лид Джим контракт и переехать в Питер. Хотя мы собирались по весне переезжать в Екатеринбург, но это были только разговоры, планы, но тут такой прям пинок смачный, все, приезжай. Огромное спасибо компании Лид Джим, что они такую идею тогда организовали. Нихуя ничего не получилось, но пинок к тому, что я переехал сюда и начал-начал крутиться. А может то, что ничего не получилось и к лучшему, это был еще более сильный пинок? Может быть, может быть. Но опять же, у нас же было тут, как, у меня был контракт со спортивным питанием, да, с Уральским. Я два года с ними сотрудничал, плюс они мне платили какую-то денежку, я достаточно, ну, хорошо с ними сотрудничал, теплые отношения у меня были с генеральным директором компании. И когда мы подписали контракты с клубом, нам сказали разорвать все свои соглашения, потому что теперь компания Лид Джим будет предоставлять нам спонсоров. Ну, соответственно, того спонсора, которого они предоставили, все мы знаем, там, можно назвать или нельзя. Скажи, что все обосралось. Все обосралось, в общем и целом. Ну, чтобы не обижать. Соответственно, наша с Данией Прохоренком визит в Москву по совместительству так благополучно сложилось, что и Руслан с Сашей Соколовым туда приезжали. И, в общем, мы им рассказали вот эту всю тему, ну, в основном Сашей Соколовой, конечно. Вот, Саша Соколова, давайте всю вашу команду возьмем в Genetic Lab. Все, мы предложили ребятам, все ребята согласились. И благодаря, так скажем, стечению обстоятельств, опять же, судьба или не судьба, я попал в компанию Genetic Lab еще до личного, так скажем, знакомства и до того, как мы начали работать с Русланом. То есть в компанию я, как спортсмен, пришел на общих основаниях, на одинаковых условиях. Ну, единственное, что я тогда уже немножечко, может быть, знал себе цену. И, ну, скажу, как есть, просто, когда человек сотрудничает с компанией, компания предоставляет сумму, на которую он заказывает себе спортивного питания спонсорского в месяц. Ну, думаю, это не секретно для кого. Вот, и та сумма, которую предложили всем, я сказал, блядь, вообще-то я чемпион мира и профессионал. Можно у меня чуть-чуть побольше? И я себе отжал на 50% больше. Все это было, конечно, согласовано, но, в общем и целом, я получал в команде больше всех. Но я был и сам стулованный тогда на тот момент. Ну, давайте я уж, наверное, скажу. Как это было, да? Что, может быть, тогда еще, грубо говоря, да, на самом деле я даже не сильно следил в целом, да, за Ромой. Не знал его титулов. Может, к моему вообще стыду, что я не так сильно слежу за бодибилдингом, да, в целом. Но, когда я смотрел за работой команды или джим, такое ощущение, что все делал один Рома за всех. Даже более того скажу, что многие ребята по итогу не выполняли свои обязательства и подставляли остальных. И Рома тащил тележку за всех. И, наверное, кстати, мое даже до личного знакомства лояльное отношение сложилось из того, что я видел, как человек работает. Например, он выполняет свои обязательства. А я это очень сильно ценю. Когда человек сказал, сделал. Вот, как бы, слова – это все фигня. Действия, а не это, как бы, видишь, на деле. Поэтому это… Лояльность. Сказали – делайте. Лояльность. Это очень… Кому-то я безумно нужно такое ощущение. Ну, ответь. А вдруг я буду недоволен тем, что мне скажут. Бля, тогда испортите настроение. Я слушал вас. Глюкозы нет в крови. Не-не-не, глюкоза хватает. Мозг не идет. На кетонах мозг, как-то, работает пульсично. На глюкозе, между делом, да. Я замечаю по себе, что я более производителен и результативен, кстати, на сушке. Когда на кете сидишь. Нет, не на кете сидишь. В целом на низкоуглеводной. На низкоуглеводной. Да, то есть мне нравится состояние. Я меньше сплю. У меня очень светлая голова. Она хорошо думает. Поэтому я не понимаю, откуда берутся вот эти мифы про тупых качков на сушке. Ну, потому что они в основном тупые на сушке. Я думаю, связаны, а, не с сушкой. Б, это связано не с качками. Ну, просто, в принципе, тупой человек. А, в принципе, ничего. Родился и стал качком. Сопадение. Сейчас переведу. Это ролик в Инстаграме, где ребенок, ребенка на руках держит. И медсестра ему по голове так нечаянно дает. Он начинает орать. И типа 30 лет спустя. А вот качок получился. Смешно. Нет. Прости, пожалуйста. Знаете, Царство Небесное Турчинскому, он очень сказал хорошую фразу. В целом, большинство людей глупые. Просто когда человек очень глупый, и при этом еще и большой, он более заметный. То есть, большого дурака лучше видно. Вот и все. Объективно. Поэтому ни в коем случае культуристы в никакой причине вдруг не глупее окружающих. Нет. В целом, подоставляющее большинство людей не очень занято саморазвитием. В них не очень сильно вложились родители, общество, школа. Короче, в общем, качки не глупее остальных точно. Однозначно. Ну вот и все. Они актуализированы. В узких областях даже поумнее. Да, в чем-то они в питании разбираются лучше обычных людей. Они актуализированы на своей теме, и окружающим может показаться, что у них один интерес бодибилдер. Но поверьте, есть комьюнити автолюбителей, и они только и будут говорить про машины. А есть программисты, а есть всесторонне развитые люди, и, блин, есть еще одновременно всесторонне развитые люди с разными интересами, и еще и с широким образованием. И там вообще кладет знаний. Просто у них людей 100% меньше суммарно, чем в общем по популяции. Ну, уберем режим википедии и вернемся к Роману. Очень был у тебя достаточно такой длинный и, так скажем, чернистый путь представления в бодибилдинге. Ты не был тем человеком, который с ноги открыл дверь и стал абсолютным чемпионом. У нас есть такие ребята, которые просто, ну, типа, вот, понимаешь, белая надежда появляется, регулярно у нас какая-нибудь. А некоторые из них и не только получают авансы, но и реализуют их сходу, да, и бах-бах-бах, уже чемпион. Ты когда-то становился и не третьим на пьедестале, и даже не пятым, верно? 11-й я был на России. 11-й ты был. Ладно, на России 11-й тоже неплохое место, надо сказать. Давайте так, на Россию попасть надо. Именно ворвался, так скажем, в соревновательном бодибилдинг, как Руслан сказал, ну, можно сказать, с ноги. С ноги? С ноги? Чки достал первого турнира. Первый турнир мой был, это Челябинскую область, соответственно, за которую я в последующем стал выступать не за Оренбургскую область, а за Челябинскую мне сразу предложили. Я сходу стал абсолютным чемпионом в классическом бодибилдинге, потому что я был тогда просто до кости прорезанный. Просто до кости прорезанный. У меня скулы просто были, ну, там, ну, состояние визуально, череп с глазами черными, не коричневыми, а черными, просто, и я вот такой мертвый. 84 килограмма я тогда завесился в категорию и стал абсолютным. Ну, вот у меня генетически с первой сушки вот ноги мои именно, они просто были полосатые, все вот так вот были, да? Когда это была сфера жесткая сушка, ты решил все там, типа, ты ел одну воду, например, или как это было? Первая сушка. Это же было давно, это же не было толком особо тренеров, не было ютуба, не было ничего. У меня не было тренера. Что было? В 16-м году это было, я готовился на весну, начал подготовку, сушку за 2 месяца, за 8 недель. А был уже сухой? Ну, такой плюс-минус? Нет, что, обычное межсезонье было, и я начал подготовку. Межсезонье 2016-й годовки, по пельмешкам? Ну, да, да, просто пельмешка, вот, и начал сушку, и мне, на самом деле, что у меня было? У меня было с утра 50 граммов овсянки, с утра часовое кардио, я приезжал, вставал в 5.30, к 6 часам я был в зале, с 6 до без 10-7 я делал кардио, потом шел в душ, съедал 50 граммов овсянки, 4 яичка, выпивал кофе, и в 7 часов у меня была первая персоналка. Я отводил 5-6 персоналок, с часу до 3-х я тренировался сам, и потом с 3-х часов я до 11 часов работал в зале, вечера, закрывал зал, и пол-12-го я был дома. На следующий день готовился я полностью рацион в зал, соответственно, 5 часов спал, вставал, ехал на кардио и так далее. Вот в таком режиме я готовился, да, на 50 граммах овсянка. Так, мы узнали, что вы завтрак, подожди, овсяночка с яичками, на обед что у тебя было? Это была куриная грудь, ну, чтобы вы понимали, в месяц я тратил где-то на бодибилдинг 15-20 тысяч рублей, это прям максимум, с фармакологией, со спортивным питанием, с едой. У меня рацион был очень скудный, это куриная грудь. Вы так, все люди вообще-то едят ром, поэтому я бы еду не включал в расходную бодибилдинг. Люди тоже едят, значит. Я и говорю, что, ну, то есть, вот затратная часть, это, ну, 15-18 тысяч, ну, 20, это прям, я не знаю, когда нужно было, там, химлоды купать, грубо говоря. Все, у меня рацион был, вот, у меня рацион был, вот, на день, сейчас скажу, что у меня было в рационе. Четыре яйца, 50 граммов овсянки, две порции протеина, я выпивал ее между приемами, одну порцию, одну порцию после тренировки. И был килограмм куриной грудки, килограмм огурцов или капусты. Все, весь рацион. Можно готовиться? Все, можно готовиться, вот так готовился. Из углеводов было 50 граммов овсянки, ну, естественно, омега, какие-то витамины, минеральные комплексы, и все такое было. 200 миллиграмм мастерона, 200 миллиграмм тренбаллона и 300 миллиграмм тестостерона. Вот мой курс был тогда. Все, вот так готовился. Конкуренция была тогда на Челябинске? Вот когда именно вот почему-то в эту весну... Когда ты стал абсолютным... Да, это же Челябинская область, и я не... ну, это не Питер. Но Челябинск сильный, давайте я скажу, Челябинск из регионов, это сильный бодибилдинг. Отдам должное. Он с годами только растет, потому что там развивают федерацию, вкладываются в спортсменов. И вот именно тогда это была самая многочисленная категория, было 18 спортсменов категории. И я почему-то попал вот именно в этот замес. И у них был свой там местный чемпион Никита Кузнецов. И когда мы уже... этап сравнения прошел, мы уже стоим на лестнице. Я ездил с Денисом Свежевским своим тренинг-партнером, и он решил со мной съездить, помочь мне. Он меня и гримировал, и все, за что ему огромное спасибо. Вот. И мы за кулисами стоим, проходит судья. Он такой, типа, ты вообще просто красавец. Форма, говорит, потрясающе. Ты, говорит, выступал где-то до этого. Я говорю, нет, у меня дебют. Он говорит, нифига себе. Тебе, говорит, нужно обязательно ехать на Россию. Мы хотели, говорит, у нас здесь свой есть, типа, спортсмен в Челябинской области, который уже неоднократно выступает. И мы хотели его первым поставить. Но мы не можем, говорит, его первым поставить, потому что объективно ты формой, говорит, выносишь просто. Вот. И все, я стал, обогнал даже местного чемпиона. Их в классическом возле билосейки. Условно маленькая внутренняя протекция. Да, да. Которого, ну, в принципе, лоббировали, да, тянули его. Но они сказали, мы просто не можем так сделать. И это мне вот тогда эта фраза очень понравилась, что судьи объективно оценили. Когда ты на голову выше, не протянет, я думаю, никто. Они сказали, мы не можем, да. А если протянут, и ты на голову выше, друг, запомни. Пусть тебя задвинут на одно-два места. Если ты воспользуешься этим, и люди увидят твою форму, и скажут, что это было нечестно. Хайпа, рекламы, продвижения и бонусов на будущее, ты получишь больше. Больше, да. Чем вот этот пластиковый кубок за первое место. Которого ты был достоин, но тебе его не дали. И, соответственно, вот стал абсолютным. И денег на Россию ехать не было. А Россия тогда была в Мурманске. С города Орска до Мурманска. Это лететь с пересадкой в Питере. Ваканса страны было. Да. С пересадкой в Питере мы летели. Собирали деньги всем клубам. Просили там, ну, клуб такой у нас был элитный. И, то есть, там, ребята при деньгах были. И, в общем, мы кинули клич кому-то там что-то. И насобирали денег на поездку. В два конца на квартиру, на грим, на взнос, на все. В общем, денег, слава богу, спасибо. Люди добрые, хватило. Съездили. Я стал четвертым на России. Четвертым на России сходу. У нас было 9 или 10 человек спортсменов. Выступал я в классике до 180 сантиметров. Все. И стабильно, стабильно я в классике, сколько на России выступал. Ну, до того, как стал чемпионом, 5-6 раз. Я был вот четвертый, четвертый, пятый, четвертый, пятый. Стабильно? Чуть-чуть, да, не хватало. Вот до тройки чуть-чуть не хватало. А конкуренты менялись у тебя, которые занимали первое, второе место? Или вы в одной тоже грядке боя ролились? Мы в основном... Я помню Астрахань, чемпионат России 2017 года, весна, астраханский. Мы с Димкой Косаревым тогда вместе тоже готовились. Он стал тогда четвертым. Я стал пятым. Третьим стал Феликс Касимов с Нальчика. Вторым стал Денисенко. Денисенко – это очень титулованный спортсмен, абсолютно чемпион России, чемпион Арнольд Классика, чемпион мира. И он... Камбэк у него был. И он стал тогда вторым. А первым в моей категории, честно сказать, не помню, кто стал. Я знаю, что тогда Игорь Гостюнин тоже свой камбэк делал в классике. Он свыше 180 сантиметров выиграл категорию. Вот. Тогда прям такая сильная зароба была. Конкуренты были в основном одни и те же, но топовые. Тогда и Азамат Карабашев выступал. Тогда выступал и Серега Тарануха был в топе постоянно. Ну, то есть этих спортсменов было нереально, я так скажу, обогнать. Особенно абсолютно. Хотя Дима Косарев умудрялся. Умудрялся выигрывать у них. Но я нет. Я нет. Были мысли всегда посетить чемпионат Санкт-Петербурга. Но как только я смотрел трансляцию, всегда я думаю, да что мне там, блядь, делать? Да что мне там, блядь, делать? Я вообще там потеряюсь. Но это была моя такая вот внутренний страх, который не позволил мне сюда приехать. Ни разу, ни разу я на чемпионате Санкт-Петербурга, к сожалению, не выступал по любителям. Но в итоге все равно пришел к тому, что выступал за Челябинскую область и стал абсолютным чемпионом на России, выиграв спортсмена, достаточно цитилованно, Андрея Шмидта, который чемпион Рональд Классика и абсолютно чемпион России несколько раз уже был. И тогда он действительно хорошую форму показал. И спортсмен клуба Спортлайф из Санкт-Петербурга. И все равно я его выиграл. Вот опять же единогласным решением судьи. Это очень интересно. Мы поговорили немножко про еду, и поэтому Роме принесли уже стейк, рис, греческий салат. И думаю, Роме пора кушать, пока мясо не остыло. Надеюсь, что мне еду принесут тоже. Ну где-то вот рядышком, чтобы мы одновременно поели. Лех, тебе тоже приятного аппетита. У тебя стынет мясо, друзья мои. Буквально сейчас для вас перерыва не будет. Для нас он будет небольшой. И после обеда мы коснемся ваших вопросов. Друзья мои, привет. Мы тут поболтали. Мы тут поели, кстати. Прям. Ну я плотненько, а он не наелся. Ну я не наелся, потому что сейчас пока это... Не требовалось наесться, да? Бездонная бочка, как кратер, в который нужно насыпать и насыпать. И подсыпать. Но мы себя ограничиваем. Все нормально. Нам надо через полтора месяца быть в форме. Кстати, парандир. Ему. Мне особенно. Так, друзья мои, вопросы разные. Ну естественно, опять прилетело 1500 вопросов о том, сколько надо ставить разом. Куда колоть, сколько принимать и как пить креатив. Да, давайте позволим на эти вопросы ответить Руслану. Нет, мы на эти вопросы уже отвечали. И с этим в будущих роликах. Сегодня мы больше за жизнь. Да, да. Поэтому я... Что еще мы даже не проговорили, то я и прочту. Наверное, начну с одного первого комментария, что вопросов нету. Просто лучше рамка. А, да. Вот так вот написали. Спасибо большое. Вот. И здорово, что мы ответили уже, что где и как начинался путь бодибилдинга. Это было интересно вам, и мы уже ответили. А вот тут крутой вопрос. На твой взгляд, главные характеристики чемпиона? Вот, кстати, да. А я знаю. Вот, грубо говоря, чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. Но нет, мне кажется, при рождении закладывается какой-то вот... При формировании плода закладывается какой-то определенный ген. Ген, блядь, чемпионства человека. Потому что человек, который мямля по жизни, который постоянно какой-то такой, ну, нерешительный, нецелеустремленный. Ну, как он может быть чемпионом? Даже если там, ну... Да легко. Ну, если это только не Бажанов. Ну, типа, не то, что он такой, а то, что генетически одаренный. Вот. Главная характеристика чемпиона, ребята, я вам ответил. Потом вот сейчас он ответит вам, как бы, с точки зрения, там, философии, там... Попиздец. Вот этих вот, знаете, силы воли, я вам сказал. Главная характеристика чемпиона. Этот человек награждается медалью за первое место среди прочих. Чемпион тот, кто выиграл. А если вы думаете, что это какой-то великий, с точки зрения духа, человек, то в большинстве случаев, к моему большому сожалению, из того количества чемпионов, которых видел и знаю я, это не так. Это очень скудные и духом, зачастую и умом люди. Но он зеленый. Они наделенные определенным потенциалом в определенном виде спорта. И бывает, что везет, они попадают в этот вид спорта и достигают результата. А бывает и наоборот. Когда чемпион одновременно высокодуховный, моральных принципов, интеллектуального развития человек, я не знаю, как Мухаммед Али, там, например, да, или как Власов, или как знаменитый наш борец Карелин. То есть это люди, которые достигли вершин в спорте наивысших достижений. И одновременно при этом их высказывания и мысли очень сильно достойны внимания окружающих. Вот это мое мнение. Я тебе прошу прощения, что я вклинился. Да на самом деле, вот, по сути, ну, я все к этому и хотел просто привести, просто окольными путями. Руслан сократил, ну, самый кратчайший путь между двумя точками, ответом на вопросы и сам вопрос прямая, блядь. Вот он просто обрезал вот это вот мое хождение, блядь, философствование и так далее. Ну, все на самом деле так и есть с точки зрения любого профессионального вида спорта, любого, неважно какой, очень большую роль играет генетика. Очень большую роль играет генетика. Но, скажем так, не сто процентов, потому что мы знаем много случаев, где генетически одаренные спортсмены не смогли реализоваться и добиться хороших высот, в том числе и бодибилдинги таких спортсменов. Мы знаем их, как бы, блядь, они у всех на слуху. И это очень обидно. Но, скажем так, все равно в человеке должен быть такой стержень и мотивация во что бы то ни стало идти вот к своей цели. И неоднократно, допустим, проигрывая, снова попытаться, пытаться, пытаться, повторить это все сделать. В бодибилдинге вот такой вот, ну, кроме, ладно, вот Рома прям чемпион. И мне очень нравится, как Рома, как человек. Он очень добрый, знаете, он такой порядочный. Мне очень нравится, как человек, и вот при этом чемпион. Вот здорово. Я еще могу в этом человека, за которым бы я предложил вам посмотреть. Вот Леша Хулюзнитов, мы про него уже говорили. Вот Леха тоже очень и духом, и умом, и результатами чемпион. Чемпион, да. Приятно, когда чемпионы такие. Это меня безумно радует. Когда таких людей вы видите, вы узнаете, если вы сможете на них, на них перенять какую-то часть там мотивации, возможно, образа мышления или примера, я безумно этому рад. Потому что, опять же скажу, я очень много знаю там, и, кстати, каналов, и их владельцев, которые, знаете, они все время продвигали людей, ну, прям конченных, и делали их популярными. Ох, меня с этого бомбит до сих пор и потрясывает от расстройства. И я этим людям напрямую говорил, что вы, я называл вам определенные фамилии, делали из этих людей популярных и успешных, а достойнейших вы задвигали. Потому что это было неинтересно, это не хайпово. И от этого было тошно и тошно до сих пор. Просту? Ну, с одной стороны, вот все правильно. То есть человек, который развивает свои медиа, ему что нужно? Ему нужно, чтобы росли подписчики, и от этого, ну, напрямую растут просмотры и доходы. Но, скажем так, достойные люди, они, как правило, действительно не хайповые. Они очень спокойные, уверенные в себе. Им этот хайп не нужен, по большому счету. Им не нужен этот треш-ток, который различный творится в интернете и так далее. И они поэтому достаточно спокойный и такой достойный образ жизни ведут. А такие люди в медиа, они, ну, неинтересны кому-то. То есть снять с ними интервью, посмотреть вот так вот на одной носе, да, и забыть. А вот какой-нибудь долбоеб, который, ну, а-ля «Руки-базуки», да, его же все медиа там пиарили. Просто как пример приведем. Ну, совсем не будет юбилбер, да. Ну, понятно, ну, просто ебанько, понимаете? Ну, на котором... Любой, кто нахайпились вообще все, да. Там и бодимания, и все, и все. Ну, ладно, опустим эту тему. Вот как так. Да. Хороший вопрос. Такой, ближе к жизни, что мне очень хотелось сегодня именно обсудить. Да, да, да. И вредные привычки Ромы. Вредные привычки — это однозначно электронные сигареты. Вот они есть. Это, блядь, вот вредная привычка. Я уже неоднократно пытался с этой привычкой подзавязать, за что я от жены получил по губе, вот буквально на днях. Ты же пытался завязать? За то, что никак не завяжу. Ну, так получилось. Я лежал в телефоне, рядом со мной эта электронная херня, блин. И Юль такая, ты же, говорит, типа, ну, бросаешь. Типа, зачем ты их постоянно покупаешь? Я говорю, ну, видишь, говорю, в магазине продают, вот я и покупаю. Ну, и все, она меня мягкой игрушкой запулила просто. Недостаточно мягкой, походу, дела. И телефоном просто себе погубил, да? Вот, да, вредная привычка. Это, наверное, именно, ну, из такого прям, если не говорить, что я там добрый такой. Но на самом деле я не добрый. Добрый он, это опустим. Он добрый, я аж бешусь, бешусь, злюсь на него. От того, до какой степени он добряк. Вот нельзя настолько. Я, кстати, иногда даже вот, ну, какие-то моменты вот эти пролетают, и он мне говорит, ты там, типа, я говорю, а что, а что я такого сделал? И он мне начинает объяснять, почему. А я за собой не замечаю просто. Ну, я вот такой вот по жизни. Не, конечно, ну, на три буквы я тоже послать умею. И в Инстаграме я благополучно это вообще делаю у себя. Потому что доброту за слабость не нужно принимать. Ну, вот, наверное, единственная такая из вредных физиологических привычек, это курение, наверное, кальяна, потому что это тоже можно назвать вредной привычкой. И курение вот этих вот сигарет, что способствует определенной роли недостатка кислорода и гипоксии, в общем и целом, в теле. Что, собственно, неблагоприятно сказывается на тренировочном процессе. Ну, то есть пользы никакой от этого нету, только вред. Поэтому я не пропагандирую ни в коем случае, но пока, к сожалению, вот от этой вредной привычки, тем более, когда на сушке. А то что-нибудь вкусненькое послухать. Вот, и все. Наверное, из вредных привычек все. Ногти не грызу. Ну, трусы носки там после себя стираю, посуду после себя мою. Идут скажут, трусы носки не нюхают. Ну, тоже не нюхают. Это плохая привычка. Вот, поэтому таких вот прям, чтобы прям вредных-вредных привычек, ну, нету, наверное. Ну, я не знаю, ширяться фарма – это вредная привычка. Ну, это данность. Это данность, да. Просто, ну, необходимость. Мосткая работа. Необходимость, да, работа. Вот, поэтому все? Все. Больше, ну, может быть, русаловцы скажут. А мы продолжим, мы продолжим этот вопрос. И я спрошу, какие бы ты в себе хотел развить навыки, либо вот характеристики, либо какую привычку хотел бы в себе вот, ну, чтобы она у тебя появилась? Я отчасти, знаешь, решительный человек, но сам вот себя, грубо говоря, развить, вот, допустим, сейчас вот хочется выйти на какой-то определенный там новый уровень дохода. И я вот такой думаю постоянно над этим, вот что мне мешает. По факту мне не мешает ничего. Но почему-то я нихуя не делаю. Вот, почему-то ничего не делаю. И вот хочется как-то в себе вот это вот качество, которое, ну, если хочешь, нужно делать, блядь, и вот делать. Поэтому какая-то вот нерешительность в плане предпринятия каких-то действий для достижения определенной цели, вот это у меня вот прям... Реализация. Реализация, да. Мне вот, грубо говоря, когда есть какой-то протеже, дал пинка, сказал, что сделать, и это будет выполнено. Вот исполнительность в этом плане, наверное, я бы никогда не смог быть начальником, скорее всего. Вот, ну, исходя из того, что сейчас говорю, себе по темпераменту. Но, скажем так, работник и исполнительность я был бы вот хорош. Скорее всего, я не директор, не хозяин какого-то предприятия, но исполнительный, очень такой человек, обязательный. Ну, вот, а привычку хотел бы разобраться. У меня, на самом деле, каждый день, там, читать, например, пару страниц. Нет. Или, например, начать, там, стоять на гвоздях. Ну, я такие, из воздушной вещи называю. А, из, ну, такого, что-то с физиологией. Было бы полезно, например, да, вот там. Обливаться холодной водой. Вот, например, было бы полезно с утра просыпаться, делать кардио и делать растяжку. Я каждое утро себе после кардио это говорю, но иду к сковородке, жарить яичницу, блядь, а не растяжку. А пока жарить яичницу, жарить растяжку? Не знаю, нет, я сижу, смотрю ютуб. Ну, как есть. А делать, например, а вот смотреть ютуб во время растяжки, например, вместо силик? Да, как вариант, вот, да, можно. Короче, давайте у меня есть предложение к Роману. Но предложение, которое он должен реализовать, и вот этому нужен пинок. Челлендж. Челлендж, давайте челлендж, давайте челлендж хотя бы на месяц. Каждое утро Ромка в сториз выкладывает, как он тянется, пока жарится яичница. Давайте. Идол, не длительная растяжка. Вместо сигареты теперь утром пять минут растяжки. На каждую группу мышц по 30 секунд. Самое базовое, простое, без всяких поз из йоги, без сущей собаки. Ну, не 30 дней, давайте челлендж 100 дней. 100 дней, нихуя себе, ты вообще мужика врубил. Ну, типа, да. Это вообще. Ну, это же челлендж. Ну, это мощняка. Ну, да. А пацаны с тобой, давай. Ну, подключится, мы запустим этот челлендж. Кому-нибудь. Там какая-нибудь растяжка там с Романом. Тем более пацан-то у нас вообще-то не забыли? Он-то профессиональный боец, спортсмен, борцуха. Мощь, он там, наверное, тянулся-то. Как это, да? У меня сейчас шпагат, вот как я стою на ширине плеч. Вот так это мой шпагат. А был шпагат? Шпагат был и поперечный, и продольный, конечно. Квадам? Ну, не так красиво, конечно. Ноги я так не мог задирать. Ну, в общем и целом, там есть такой прием. Подхват, когда надо очень высоко задрать ногу. Ну, и практически вертикально мы вот так вот поднимали. Ничего себе, круто. Было, да, было дело. Ну, давно и неправда, и забудьте, что я сейчас сказал. А дальше все, ребята. Вот от вопросов я сказал про жизнь с ним. Все. Что делать на сушке? Да, да, это классика. Просто какой из АС меньше влияет на ДГТ? Как готовился? Как готовился, рассказали. Там было интересно. У меня есть, ну, опять же, прорекламирую свой канал, серия роликов с Польши, с турнира, где мы максимально подробно рассказываем, показываем приемы пищи. Что мы делаем на подводке. Регистрация. Что мы после регистрации, чего, сколько кушаем. Ну, то есть там контент очень интересный. Важный момент. Мы не пили пиво перед соревнованиями. Это была шутка. Просто фотография. Мы пили его после. Да. Ну, так хотелось перед, потому что сушняк был ужасный. Вот. Но пока я от выступал, его уже не было, поэтому поехали в магазин, купили и пили. Вот. Да, на пиве загрузка будет такая себе, ребят, поверьте. Экспериментально я бы знал. Экспериментально. Мы ее не пробовали, но обязательно попробуем. Однажды. На Олимпе. На Олимпе. Да, вот. Как раз таки проходной турнир у нас будет Олимпе. Нет, чтобы здесь что отмазаться? Что вы вообще виноваты пива. Да. Пиво было, блядь. Одно солод. Не односолодовая, да. Сорт подвел. Ну, я не гурман. В этом во всем. Чего? По вопросикам. По вопросик в шоу? Мы не будем рассказывать, как колодца. Ну, это такое, да. То есть, если вам, в принципе, не было интересно задать вопрос какой-нибудь по жизни, вот, то про эту фармакологию и так далее. Да это, блин, сто пятьсот раз уже отвечал Руслан на своих каналах. Мы даже делали совместный эфир с Польшей. Опять же, он есть на канале Генетика. Найдите, прописывайте. Там большой выпуск, там, часовой. И очень интересно разбирали много-много тем. Ну, то есть, информативности этому ролику вообще просто там нет равных на российском YouTube-канале, скажем так. Поэтому просто листайте канал. Там очень много интересных, на самом деле, роликов. Вот, да. Кстати, я замечал, знаешь, что это лень листать. То есть, реально, на канале есть, пожалуйста, как колоть гормон рост. Там есть разбор и как. Ну, как в целом. То есть, там, в жировую ткань или в мышечную. Что будет меняться, что от этого зависит. Ну, типа, ну, лень листать. Что-то там забавное. Когда я пишу, там, ну, пишут мне вопрос. Вы знаете, клевый ролик на канале, он такую-то тематику найдите. Знаешь, что мне отвечают? Вместо спасибо. Ссылку. Ссылку скинь. Да. Лысый. Ссылку скинь. Эй, ты. Это, говорящий Яндекс. Алиса себя чувствует иногда. Да, да, да. Такой, я такой, ааа, типа. Рус-лиса, ссылку. Да, то есть на это. И не то, что мне, как бы, лень, но я, как бы, занят. У меня есть другие дела. Я, вроде, вежливо ответил. И уже об этом позаботился. И уже даже снял. Кстати, а вот что ты, краски, думаешь о хейтерах? Вот хороший такой вопрос. Как много ты их замечаешь? Как думаешь, откуда они вообще появляются? Ну, понятно, что все из одного места мы появляемся. Ну, да. Я имею в виду, как у них складывается такой вот склад характера и ума. И что-то вообще. Какой у тебя... Вот. Еще хороший вопрос. Я продолжил. Надеюсь, запомню все, что я нас спрашивал. Да, да, да. Какое у тебя было отношение и реакция на хейт в начале твоей, так скажем, медийной, такой вот, ну, явного появления в медиапространстве, на распоявление в Петербурге? Да? И какое у тебя сейчас реакция и отношение к этому хейтсеру? Так, вообще, какое отношение у меня к хейтсерам? То есть, есть же такие ребята, которым лишь бы написать какую-нибудь хуйню. Конструктивную, неконструктивную, без разницы. Они даже не до конца смотрят ролик, они услышали какую-то фразу, вырванную из контекста, поставили на паузу ролик и на основании вот этой фразы, там, двух-трех слов, они пишут какой-то комментарий. И все, они ролик закрыли и дальше пошли. Они свою задачу выполнили. Есть конструктивная критика, но я как бы не могу ее отнести к хейту, но есть ребята, которые действительно мне пишут какие-то определенные вещи, но они для меня очевидные. Я прекрасно знаю о своих минусах, и они мне в комментариях постоянно тоже о них пишут. То есть, я об этом знаю, ребят. Все, для поддержания там ролика, да, комментария, поставьте там лайк, какой-нибудь смайлик и так далее. Но писать мне и тыкать меня носом постоянно о моих минусах, ну, это тоже такое себе. Для этого не стя. Для этого вы на правильном канале, спускайтесь в комментарии и так далее. И есть вот эти вот хейты. Ну как, я не могу сказать, что я вообще пропускаю мимо ушей. Меня это не затрагивает так, как раньше затрагивало. Раньше, ну, действительно, я вступал в полемику. Я мог с одним там комментатором там 40 сообщений, 50 сообщений. То есть, я пытаюсь что-то доказать. Особенно, когда у меня, меня уличали. Я первое время, когда без фармакологии занимался. И первые, первые вот эти результаты, а ты же знаешь, когда ты более-менее начинаешь что-то в питание вникать, тренироваться, они очень быстрые и визуальные. Это прям такое. Ну, то есть, 7-8 килограммов набираешь, с 63 до 70 набрал. Естественно, там, ну, не говна, а так вот просто округлился. И все, и у всех сразу, да ты по-любому там что-то жрешь. И я, блядь, с каждым абсолютно спорил. В контакт какую-нибудь фотку за это самое. А там, ну, форма такая, там не форма. 70 килограммов. Просто это самое. Да, 70 килограммов. Ну, какая там форма? И все, и все вот так вот постоянно писали. И даже когда я уже начинал использовать фармакологию, но еще об этом вообще никто не знал, результаты пошли прям очень хорошие, очень быстро пошли. Естественно, мне тоже начали писать. Это там на химии и так далее. И я все равно спорил, что я, блядь, не на химии, а, блядь. Ну, это тоже пиздил фигонца. Да, ну, тоже слегонца припиздывал. Поэтому отношение сейчас к хейту, оно такое, достаточно лайтовое. У меня бывает пригорают, когда, когда я канал G.O.B. опять смотрел, интервью с Русланом и читал комментарии. У меня прям пригорало, и я хотел прям каждому, блядь, ответить, когда, блядь, уже там 20-й комментарий про золото, про бубликушки прочитал. Блядь, да какая вам нахуй разница, блядь? Какая вам нахуй разница? Что вас, блядь, так его золото это ебучее притягивает, дать? Человек имеет возможность, блядь, навесить на себя несколько миллионов, выходить в этом. Ну, ему это нравится, блядь. Отъебитесь, вы что доебались, блядь? Вот, это посыл всем. Да, вот когда прилетал, прилетал, до сих пор прилетает хейт, который образуется из-за того, что люди про тебя пизделья. То есть, ну, вот есть, отдельные люди, прям, так скажем, специализирующие на том. Которые выдают какую-то... Есть люди, которые специализируются на тебе и выезжают уже долгие годы, говоря про тебя. Есть те, кто случайно тебя цепляют, да? Кто-то это услышал, принимает почему-то за чистую монету эту дезинформацию и начинает на тебя ее сливать. Вот к этому какая реакция? Вот это же и была история конфликта, да, с моим бывшим тренером. То есть, когда человек, не зная правды, в голове у себя сварил какую-то свою правду и интегрировал ее в массы. То есть, и желаемое свое, что он додумал сам у себя в голове, выдает за действительное, что это на самом деле так и было. Блядь, да это вымораживает. Просто человек, ты, ну, не знаешь, как это было, но ты говоришь, что это было вот так, я это знаю, потому что что? Да как ты это мог, блядь, знать? Тебя там не было, твоих близких там и подавно никого не было, кто это мог бы посмотреть, что так и было, и там написать об этом, рассказать. И все равно он высказывает вот это вот, блядь, желаемое за действительное выдает. Да, конечно, блядь, безумно сильно вымораживает. Хочется безумно вот прям вот прокричать про весь мир, что этот человек, блядь, ебаный пиздобол. Не верьте ему, такого не было. А потом, спустя какое-то время, ты такой подутихаешь и думаешь, да, блядь, ну, что кому доказывать, по большому счету? Тренер мой знает, как было. Я знаю, как было. Ну, люди, касающиеся этой ситуации, знают, как было. Люди, которые нам верят, доверяют. Ну, и как бы нет уже какой-то причины врать. То есть, если мы используем мочегон, мы используем мочегон. Мы об этом рассказываем открыто. Мы не пиздим, там, заливая, там, по 8-9 таблеток триампура, глотая панангин сверху и говоря, что мои спортсмены готовятся без мочегона. Ну, мы так не говорим. Я использую мочегонные препараты, потому что, ну, их нужно использовать. Их необходимо использовать конкретно в отношении меня, в отношении формы, в отношении, там, ну, влезания в категорию. Мы об этом открыто рассказываем. Мы вообще, в принципе, канал вот Руслана, весь контент, который... Да, снят вот соревновательный бодибилдинг, там все открыто. Мы, если о чем-то, ну, что-то не освещаем, мы лучше об этом умолчим и никак не будем это освещать. Но все, что мы там выдаем, это трушный контент. Мы делаем и показываем то, как мы действительно делаем. Мы не пиздим, мы в уши не льем, что мы вот делаем вот так вот, посмотрите, ну, типа, как правильно, да? А сами творим какую-то дичь. Нет, если мы делаем какую-то дичь, мы ее и говорим. Мы делаем такую дичь и делаем ее по факту. Мы не пиздим. Скажем одно, иногда мы делаем дичь специально, ну, не дичь в плохом смысле. Ну, да, да, да. То есть мы часто показываем то, что мы знаем, могут не понять, не принять, или то, что вызовет какой-то диссонанс в сознании. Но если мы с этого угораем, ну, просто мы угораем, знаете, нам, мы не такие старые и уже не пиздюки. Мы можем просто себе, как такие состоявшиеся дядьки, позволить, блин, притащить пиво на там турнир категории А, знаете, где там можно квалифицироваться на Олимпию. Мы можем поугарать. Да, я специально отправлял Ромку попозировать рядом с другими профиками до выхода еще, потому что реально была космическая форма, и я просто обратил внимание, когда он там разминался, ходил после грима в этих вот, знаете, трусики из них, из ниточек вот этих. На него тут пялились так, и я видел, что ребята позируют. Другие, блин, иди, рядом там, типа, в зеркало есть, иди сейчас. Он такой, ну, блин, а Рома такой, он-то более адекватный, чем я. Он такой, ну, что там, ребят, иди, рядом напрягись, чтобы они до турнира, говорю, обосрались, до выхода на сцену. Чтобы им, чтобы если кто-то из них окажется рядом с тобой, чтобы им было реально дискомфортно. Да, может, это не совсем гуманно, может, это некрасиво, но я с этого угорал. Он шел в зеркало, возвращался, я просто видел, другие атлеты, про уровни, они вот так вот смотрели, а этот сволочь была такая, огромная и сухая на том турнире, он шагал, у него жопа, когда она нарезалась, у Ромки. Когда никогда не секлась, у Ромки, у которого жопа не секется генетически. Да. Ну, то есть, вот на чемпионате России, когда я стал абсолютно, можете посмотреть, там, боковые позы, ягодицу я втягиваю, но нет никакой сечки, нет никакого сечения. И первый турнир Европы прошел, когда у меня уже какие-то волны там потихонечку начали появляться, а в Польше уже достаточно такая, прям, сухая зевка была. И да, можете над нами сколько угодно угорать. Я делил эти ваши скриншоты с нашего ролика с Польши, где я стою за Ромой, да, разминает меня. За подлогу было массажером разминать ему сухожилия там ягодичные, чтобы он смог ее включить. Чтобы поставить, да, вот позу бисепсбоку, чтобы я ягодичный. И можно смеяться над этим, ребята, то результат есть. Но мы и сами с этого поугарали, как только это появилось, я сразу в Русландский лагу, вот она, это популярность. я скажу, что это было реально, это реально было смешно. Кто этот скриншот вырезал? Да кто его вырезал? Не знаю. Я не знаю, кто вырезал. Бывшие, блядь. Думаешь? Да я не думаю, потому что он у него появился, блядь, в Инстаграме, блядь. То есть, по-моему, реально очень смешно. Это правда реально смешная шутка. Даже если это сделал... Нет, это прям угарно. Это прям реально было смешно. На мой взгляд, это не злая шутка. Она прям реально смешная. И кадр смешной. И даже вот эта вот такая полупитерская подоплека, которую хотели подтянуть, ну это реально было угарно. Я поржался с того кадра. Не, я тоже. То есть, у меня даже вообще никакого негатива не возникли. Когда я скинул Руслану, я просто... Ну, блин, это было прям реально смешно. Круто. И вот таких, в принципе... Талантливого. Вырезка. Да, даже талантливого. Это же надо было, блядь, вот именно увидеть этот момент, застопить его, сделать скриншот и выложить. Классно. А еще, это было ближе к концу ролика, значит высокая досматриваемость. Да, да, значит, посмотрели весь ролик. О, Ром, уже к концу подходит ролик, потому что у меня на работу, но я хотел узнать, какие каналы ты сейчас смотришь вообще на ютубе. Может, кто-то посоветует? Может, он вынешнул географик, я не удивлюсь особо себе. Вот я сейчас немножко, скажем так, остался верен к нескольким каналам, которые, в принципе, освещают всю тусовку бодибилдинга. Генетиклаб, потому что это с любого мероприятия, которое по бодибилдингу, с любого, это определенного уже высокого уровня качественный контент, с качественной подачей информации, с хуительной картинкой. И это единственный такой, я считаю, профессиональный контент по бодибилдингу, который вот прям именно красивый еще. Ну, второй канал, я не буду лукавить, как бы там мое отношение не было, это железный рейтинг, я смотрю. Я не смотрю. Я смотрю, потому что действительно интересно. Ну, выпуски только про бодибилдинг смотрю. Арм меня там силовые, другие не интересуют, но это такая вот режиссерский контент, ну, журналиста, который интересно посмотреть, так же, как и у G.O.B. Channel, да, канал Андрея Луценко смотрю. Смотрю Дениса Романова. Вот мне интересно просто там посмотреть его какие-то тренировки, может быть, что-то повторить. Он, ну, у него не набирает много просмотров, хотя он ролики регулярно выкладывает, но лично мне интересно за ним наблюдать. Я смотрю за Терренсом Рафином. Это классик физик, самый такой пластичный, который позирует. Ну, естественно, за Крисом Бамстедом. Смотрю, смотрю канал Хантера Лабрады. Ну, то есть, вот американских спортсменов я тоже смотрю. Раньше смотрел канал, ну, Катлера, но он такой сейчас не очень интересный, вот, стал контент у него. Ну, и вот еще нескольких зарубежных спортсменов, кто активно ведет свои соцсети, именно YouTube-канал. Очень интересно посмотреть. Я хоть с английским языком не владею, но когда на слух определенную речь и субтитры английские и подсамы, в общем и целом, о чем говорят, потому что это достаточно узкие такие, да, понятия, ну, про бодибилдинг, когда про еду что-то говорят, это все, в принципе, можно включить. Слушай, я вот не смотрю, мне сейчас стало интересно. Вот с этих англоязычных ресурсов удается ли тебе подчеркнуть какую-то информацию для себя? В основном они говорят об одном и том же. Вот все, что там наши спортсмены, грубо говоря, профессиональные вещают, тоже они вещают. Снимают эти тренировки, говорят о каких-то базовых принципах, говорят о важности нутриентов, говорят о важности применения БАДов, говорят о важности, блядь, восстановления сна и так далее. Ну, то есть, все то, что у нас в нашем есть русскоязычном комьюнити, они все это тоже транслируют. Просто это достаточно популярные атлеты, то есть у БАМС два с половиной миллиона подписчиков почти уже. Это вообще просто, безумное количество подписчиков для бодибилдера, для спортсмена. И у него тоже достаточно интересные такие лайфстайл ролики, интересно посмотреть, как он дома готовит свои приемы пищи. Совершенно обычно, ничего особенного. Они включили камеру, его девушка, жена ходит, снимает его французского бульдога и так далее, как они тренируются. Но контент интересный, потому что интересно за ними наблюдать, как у них там это все происходит. Они не раскрывают какие-то нюансы, они не раскрывают. Но было интересно очень посмотреть за Брюн Энсли. Он готовился к Олимпии, к прошлогодней, немного по-другому. Обычно он делал вес, а потом загружался. А сейчас он сделал вес заранее, прям вот где-то за три недели до старца он был уже в рамках и уже потихонечку начинал грузиться. То есть он намного-намного заранее. Ну, нет, он прям подготовился раньше. Да, то есть он был прям вот просто, он сначала полностью обезвожился там весь-весь-весь-весь-весь, и потом потихонечку-потихонечку начал компенсировать, скажем так, вот, в рамках своего веса. То есть это не было так, что он ужался, и потом полтора дня на загрузку у него было, он это самое. Ну и в принципе форма у него была хорошая, что так, что так форма была хорошая. Ему не хватает этого классической генетики. Типа он сделал для себя легкий проходной турнир за три недели, так понимаю. Типа того. Типа того, да. Проржаться, ну вот это было интересно за ним, потому что у него калорийность была 1600. 1600 на протяжении там двух-двух с половиной месяцев он жил на этой калорийности просто, чтобы сделать вес. И потом, соответственно, плавно калорийность начинал повышать. Вот это из таких моментов. Никакой фармакологии ничего они не освещают абсолютно. Там даже ни слова вообще ничего нету. Никак. Ни про фирму, ни про компании у них этого вообще нет. А комментарии ты смотришь на этих каналах? Читаешь? Ну я как, ну я могу почитать, но это же надо с переводчиком сидеть перевозить, поэтому да. Мне почему я спросил, это на наших каналах, если вдруг ты снимешь тренировку и вдруг не скажешь, ребята, если что, мы накачаны, потому что мы применяем допинг, мы честно, ребята, мы, вот вы тоже можете накачаться, но не так сильно без допинга. Если хотите быть как мы, скорее всего, ваши генетики не хватит, придется променять допинг, да окей. Если вдруг снимешь тренировку у нас в России, скажешь, что мы выпили протеин, а я честно выпил протеин по тренировке сегодня, и если ты не упомянешь допинг, то тебе в комментариях надо напишешь, что ты бездобол, ты химик, и вообще лучше напишите свой курс, чем ваши странные тренировки. Такое есть? Я больше чем уверен, что у них вот этого нету. И почему у нас, почему у Бамса столько подписчиков, почему у Терренса Рафина столько подписчиков? У нас разве мало медийных спортсменов, у которых мало подписчиков, но они достаточно известны. Это очень мало. У них лояльность аудитории, их вот, все, что их окружает, они, понимаете, они, если болеют там за спортсмена, они готовы подписаться на все его соцсети, покупать и поддерживать его мерч, покупать, поддерживать его какие-то программы тренировок там и так далее. Они вот, если фанаты какого-то спортсмена, они обязательно подпишутся на этот канал. У них такой менталитет. Вот именно это зарубежный менталитет. Поэтому у них очень большая лояльность аудитории, поэтому они очень хорошие деньги зарабатывают, потому что у нас лояльности у аудитории, у людей такой нету. У нас сразу спортсмены и вообще все, что ты им вот пытаешься вроде как, ну да, с точки зрения рекламы, но все равно какую-то пользу продвинуть там в использовании какого-то там протеина и так далее. Все начинают сразу да нахуй нам это говно, да все это пиздеж, все это не работает и так далее. У них же это работает все по-другому. У них обязательно возьмут и попробуют, а потом сделают вывод там и так далее. У них лояльность именно окружения намного больше к спортсменам. У них на спортсменов не смотрят как на бройлеров, блядь, у них на спортсменов смотрят как с уважением. И это уже не я однократно разговаривал и говорил. Это даже Валентина Мишина говорила, что на нее там смотрят с восхищением. То есть при ее габаритах, при ее сухости, она не говорила, мне всегда скажут, что вы там замечательно выглядите и так далее. А говорит, когда я в Москве... Уважав результат. Да, а когда я в Москве, говорит, где-нибудь в магазине там в коротких шортах, там в майке, все смотрят, блядь, и чуть ли вот так вот не пальцы в рот там засовывают, люди другие, менталитет другой, и они намного вот добрее и отзывчивее к спортсменам и вообще в целом. Давай так, может быть, не к спортсменам, а в целом там люди с большим уважением относятся к достижениям людей. Да. Будь то политик, будь то бизнесмен, то есть они, видя успешного человека, они говорят, ты молодец, ты этого добился. Видя спортсмены, ты молодец, добился результата. У нас в виде бизнесмена он наворовал, он плохой. Захетится бизнесмена. Из-за него у всех жизнь плохая, хотя он ни у кого ничего не украл. Абсолютно. Ну, давайте банально, там, Шваркин, Шваркин, он построил Девроссеть. Я очень к чему уважаю такой бизнес, который был у него или похожий, он заработал ни на нефть, ни на дереве, ни на алмазах, он ничего не списывал у этой страны. Он привез, он делал бизнес. Кудурова, Кудурова забрали в ВК, он ничего не украл, он создал. Да, он украл у Фейсбука идею, но он создал в стране IT. Опять же, он не ваши природные ресурсы. Правда, я правда говорю, что если вы живете в какой-то стране, то то, что в недрах, это ваши ресурсы. Вы платите налоги, и вы обладаете ресурсами страны. Да, как в эмиратах построенная система. Я считаю, вот это не должно быть, вообще, все, что связано с энергетикой, нефтью, ценными ресурсами, не должно принадлежать никому, как физическому лицу. А у нас вот. Исключительно государству и должны быть строгий расстрел за любую растрату. И при этом не должно вообще быть никакого контроля бизнеса, кроме того, который может приносить вред здоровью. Сейчас теперь проснитесь, блять. Юржан, ты обосрался, бля, проснитесь. Спасибо. Интервью у Романа Холиулина опять я прелестов со своими разговорами. это же все наоборот. Такие вещи, да. В общем, за границей почему-то уважают результат, а у нас результат хотят обосрать, чтобы не выгодить на фоне чужого результата хуже. Оправдать свое немощность и свое бездействие. Кстати, да. Но меня наоборот, меня я вот... Ты мотивируешься ими? Я наоборот мотивируюсь. То есть, у меня вот, ну, ребята, на которых там я подписан, знакомые там покупают какой-то дом или квартиру смогли там себе позволить, покупают какую-то там новую машину и так далее. Блин, я всегда напишу либо комментарий, если пост они об этом выложат, либо там в личные сообщения напишу, поздравлю, блин, красавцы, молодцы, ну, там успехов, дальнейшего развития и так далее. У меня радость за человека. У меня действительно нет внутри никакой вот этой вот желчи, злости, что я себе, например, такого не могу позволить. У меня наоборот, я мотивируюсь, вдохновляюсь, думаю, блин, вот ребята могут, ну, значит, я тоже могу. Ну, значит, все так могут делать. Нужно просто вот работать, пытаться что-то сделать, как-то реализоваться. Ну, то есть, это должно вдохновлять. У нас же людей нет. У нас людей прям строго это все не вдохновляет. Он, блядь, пидорас, он чмо, это вот и все. Ну, это вот так вот есть. Почему-то так. Почему-то так. Наверное, это все из СССР, пока это все поколение там не поменяется. Разве в СССР так завидовали? Мне кажется, в СССР не было, потому что ни ухуя никого ничего, наверное, поэтому не о чем было завидовать. поэтому, наверное, они из СССР. Я не знаю, зачем. Мне кажется, это вот у всех где-то обманули. Мне кажется, на развале СССР обманули. Ну, это можно там, грубо говоря, исторически в корне опускаться сколько угодно, но, тем не менее, мы говорим про зарубежный менталитет, да, и отношение к успешным людям здесь и там. Ну, хейта в России намного больше, чем пожелания какого-то дальнейшего развития и успеха. Хотя, и это тоже есть. Нет, безусловно, есть такие люди, которые поддерживают, смотрят и мотивируются, и мне в личные сообщения очень много комментариев и на ютубе тоже очень много таких хороших лестных комментариев, за что вам, ребят, огромное спасибо. очень приятно, действительно, всегда приятнее получать, когда, ну, такой приятный комментарий почитать, чем какое-нибудь говно кто-нибудь там плеснет, там, блядь, про что-нибудь такое, серонет и дальше пошел. Ему даже не интересно, что я ему отвечу. Но он вот оставил. Но Рома найдет его, вытесит по эпичнику и ответит. Вот если бы у меня была такая возможность все поблесок делал и прямо вот домой приходишь, прикинь, чувак вот написал, а я через час у него стою по двери и прямо звонок звоню на. И он такой открывает, я говорю, вот так, въевать, прописать. Если я честно, ребята, все, кто хейтит, Ромку или меня, я вас искренне, подружески приглашаю прийти на ту выставку, ту чемпионат, где мы будем. Однозначно, мы увидимся на Урале в Красноярске весной на Сибирь на Пауэр-шоу. Однозначно, мы с вами увидимся, мы вас ждем, чтобы сфоткаться и пожать вам руку на чемпионате России в Москве, который пройдет. Вот приходите, ну, скажите хотя бы, хотя бы в лицо. Я обещаю, не бить. Я обещаю его подержать, но хотя бы, вот я просто, вас проходит там, вот на Сибири они 60 тысяч посетителей с два дня. Ну, хоть один из вас должен же меня ненавидеть. Ну, да, их же в интернете там много. Я очень хочу просто посмотреть хотя бы на этого ущерба у человека. Да это все же самые люди, понимаешь, которые написали хуйню в комментариях, о, я пойду с Русланом сфоткался и потом в институте у себя написать. Да это стопудово есть вот такая. Ну, у них биполярочка. Ну, нет, если у меня человек неприятен, я к нему не буду подходить, потому что он ну, неприятен. Вот. А здесь у кого-то есть биполярка, он по-любому под левым аккаунтом, ником где-то комментарии на Ютубе хуячат, она высоко подходит, фоткает и говорит, а он, блядь. Я об этом не думал, у меня так нет. Сто пудового так и есть. Ромка знает людей. Кто-то есть. Ну что, мне нужна от тебя пара добрых, либо недобрых слов для этих ребят и мы пойдем с тобой дальше помогать вращаться планете. Если вы не подписаны на канал, но где-то увидели ролик, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте там лайк и все. И всем добра. И смотрите просто канал, потому что вы подписчик. Это действительно помогает развитию канала. Этот уникальный контент, который вы смотрите на канале Genetic Lab, он действительно уникален на российском, да, Ютубе и Руслан очень старается, потому что он очень много ездит, он бывает в принципе на всех мероприятиях, которые касаются бодибилдинга. Он поддерживает спортсменов, он поддерживает выставки, он поддерживает соревнования, федерации, там, ну, это просто человек, который делает для бодибилдинга больше, чем кто-либо, чем даже президент самой, наверное, федерации бодибилдинга, вот, именно в плане поддержки. Поэтому не сочтите за наглость нашу просьбу попросить вас подписаться на канал и смотреть этот контент подписчикам, а не просто залетным гостям. Ребята, ссылка на канал Ромы внизу в описании первая строчка, на ютуб Романа Холлиулина. Ну что ж, что он сказал про мой канал, сейчас мне очень приятно и вообще приятно Роме на добрые отношения, но у Ромки сейчас 6 тысяч подписчиков на Ютубе, а крайние ролики набирают у него по 40 с чем-то тысяч просмотров. Вот на Ромку, кто посмотрел, вот вы подпишитесь, потому что у меня, кстати, бьется 30 тысяч подписчиков и в диапазоне 20-30 тысяч просмотров прям вот стабильно, да? А вот у Ромки какие-то хулиганы, лайки. 75% не подписчиков смотрят контент. 75% вы что, ребят? Хуили, блядь? Подпишитесь, блядь, пацаны. Да, ребят, подпишитесь, блин, ну ведь Ромка же молодец. Многие могут делать, а он делает. Да, многие могут делать, да. И я вот, наверное, давайте напутать это от меня. Не бойтесь, пробуйте и делайте. С огромной долей вероятности именно весь прикол в том, что получится. Да? Да. Все. Всем пока, ребят. Улучшки добра. Как его? Отправляю вам дорогого, чтобы он, не, не дорогого, дорого, чтобы он вас засосал, как там, вменять или одна. Те, кто посмотрел, те поймут. Все, всем пока, сейчас объясню. Сейчас будет непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.